Главред. Украина. Фатальная ошибка, или как Петр Алексеевич провалил свою избирательную кампанию. Сергей Гайдай, политтехнолог. Главред. Украина. 11 апреля 2019 года. Восприятие сообщения у избирателей идет по двум каналам, вербально и невербально. Разберем для примера фатальную ошибку штаба Порошенко, которая произошла на его кампании в апреле 2019-го. Что мы видим на его финальном борде вербально? Там, где у зрителя включается логика и рациональное мышление. Накануне вечером по телевизору президент признал, что вольно или невольно оскорблял своей кампании и всех избирателей, которые в первом туре голосовали не за него. Если не за него, то значит они за Путина. Он говорил, что так не считает, что это ошибка. Просил извинения и говорил, что услышал этот важный для него сигнал. Даже благодарил. На следующий день очень радикально в своей рекламе он снова их оскорбил и снова расколол их на украинцев-патриотов и недоукраинцев, агентов Путина. Цинично обманул. И конечно закономерно эти избиратели ему отомстили, во время голосования. Они вербально, там, где зритель воспринимает подсознательно, что за три секунды видит зритель. Порошенко и Путин вместе рекламируют их встречу. Союз. Переговоры и договор. А вы говорите, поединок? Нет, но там же написано, это его решительный выбор. Он выбирает Путина. Но и если поединок, рассмотрите их фото, это не бой. Президент крайне уставший, фото неудачное, отекшее лицо, не смотрит в глаза противнику. Он смотрит куда-то вниз и в пустоту и взгляд потухший. Если это и поединок, то Путин на фото его энергетически выиграл. Он выглядит увереннее и в лучшей форме. Не помню, отстранил ли от работы за такую подставу Порошенко автора такого факапа. Хотя на последней неделе кампании это уже не имело никакого значения. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.